Девушки отдыхают 13 сентября. Москва. Колонный зал Дома Союзов. Либерал-демократы собрались на 23-й съезд партии. Почти 300 делегатов более чем из 80 регионов страны. Конечно, лидер партии. Вступительное слово Владимира Жириновского занимает более часа. Ему есть о чем сказать. Мы с вами живем в интересное, ну и может быть относительно тревожное время. И цель исторической, цель любой политической партии давать правильную оценку прошлому, ставить правильный диагноз настоящему и давать более-менее реалистический диагноз будущему. В чем Владимир Жириновский, как говорится, собаку съел. В 98-м году даже научную диссертацию защитила о прошлом, настоящем и будущем России. Вот это, наверное, характер России, что на больших исторических этапах, когда над страной нависала смертельная опасность, вырабатывался тот самый русский характер, который в начале 21 века всем показал, что русских силой, войной не победить. И вот эта особенность государства российского связана с определенным национальным лицом. ЛДПР доказала всем избирателям, что она стояла и будет стоять на защите интересов всех граждан России. Но особенностью нашей программы является защита интересов русского народа. Поэтому мы идем с коротким лозунгом за русских, героический народ, победивший во всех войнах, революции, самый многострадальный, самый добрый, самый терпеливый, который заслужил, наконец, чтобы русские считали Россию своей родиной, своим родным государством. И чтобы пятая колонна навсегда ушла из Кремля, из правительства, из Государственной Думы. За Россию! За русских! Национальная тема, поддержка именно русских, как большинства, как все же главный народ страны, всегда была и остается главным принципом партии, который уже ни много ни мало 22 года. ЛДПР стала первой альтернативной политической силой после 75-летнего господства КПСС и сразу навсегда встала в крайнюю оппозицию. Мы постоянно были и пока остаемся оппозиционной партией, партией, которая вышла из глубин народа. Это нормально было говорить хорошо о русском народе. И где-то в других местах Российской империи, Советского Союза, очень хорошо говорили обо всех наших национальных регионах. Но в основе идеологии это все-таки было слабо. И это привело к поражению царской России. А в советской вообще убрали слово русский, заменили советский народ. Вместо самодержавия, православия, народность, просто мы все советские. Но это закончилось. Разве можно так на время создавать государство? Вы брачный союз? На время создадите и много проблем будет, может быть, на всю оставшуюся жизнь. А это страна. Но теперь нету Советского Союза и нет понятия советский народ. Нам предлагают термин «россияне». Что это такое? Это новое что-то. Русские согласны перестать быть русскими и быть россиянами. Французы, немцы, британцы, они не являются там франсияне, германцы, там не знаю. Еще там что такое. Они называют себя по названию своего главного народа. И там полно других народов. Это проблема. Способы решения в программе ЛДПР. Всего 20 основных «за». За русских, за Россию, за закон. За честные выборы и профессиональную власть. За отечественную промышленность, науку и культуру. Госмонополию на энергетику, нефть и газ. За сильную армию и крепкие семьи. Медицину и качественное питание. Нас кормит планета всякой гадостью. Поэтому земельный вопрос не решен. И это вновь провоцирует нежелание граждан уважать власть. А теперь уже самое страшное. Теперь крестьян нет. Если теперь снова раздавать землю, то городские должны вернуться в деревню. Деревенские быстрее поедут в город. Там больше радости. А вот после радости города вернуться в деревню, это сложнее. Это снова то, о чем говорил Черчилль. Большевики любят создавать искусственные трудности и героическим трудом их преодолевать. Вот мы 1150 лет преодолеваем трудности, созданные нами. Географию не изменить. Климат не изменить. И в этом есть плюсы к середине 21 века. Когда везде будет потепление, похолодание, нормальная жизнь будет только в этой части. Вот эта вот часть будет жить нормально. Все остальное будет заливать, таять. Или похолодание. А у нас холода уже всегда были. Нам похолодание не грозит. У нас оймекон. Север Якутии минус 60. Некоторые даже представить не могут, что это такое. Минус 60 градусов. Таким образом, в эти особенности, почему за русских. Значит, опять последние реформы Ельцина ударили по русскому народу. Опять ставка на насмешинство. Берите все, что вам надо. Берут, до сих пор берут. А когда русским, когда русским хвалятся, что в одной столице Северо-Кавказской республики построено 500 садиков детских. Так вы дайте те же деньги в русский регион. Там построят тысячу детских садиков. Поэтому опять проблема земли и русского народа. И правящей власти. О действиях Кремля и ярких политических событиях прошлого и настоящего. Главный либерал-демократ высказался прямо и резко. У них будут падать самолеты, тонуть корабли. И граждане России будут уезжать. И деньги будут уходить. На ту же Манежную площадь. Они миллионы выводили. И это не считалось хулиганством. Это считалось демократия. И они орали, да здравствует Ельцин. Долой КПСС, долой СССР, долой КГБ, долой Советскую Армию. Все долой. А что теперь? Армии нету, страны нету, экономики нету. Ельцина нету. И вас, демократов, нету. Вы вызвали очередной вал ненависти. Такого уровня ненависти к власти нет ни одного народа за всю историю. Все цари русские угнетали наш народ. Они послали на чужие войны за чужие интересы. Советский Союз помогал всей Африке и Азии. Опять за счет русского народа. И при Ельцине раздали все национальным регионам. В очередной раз обманули русских. И сегодня пытаются замолчать русскую тему. Говорят, что не надо, чтобы была русская тема. Это на сцену нам выпускают клоунов охлобыстиных. Или миллиардеров с бабушкой Пугачевой. Вот три спасителя России. Бабушка-пенсионерка, баскетболист из Америки и чудак-актер охлобыстин. Вот новый коллективный Распутин. Верьте, русский народ, эти трое вас спасут. И не стесняются это делать. И Кремль помогает в этом. Я бы даже сказал, провоцирует на это. Потому что за уши вытащили это правое дело. Сперва Гозманы пытались им что-то раскрутить. Не получилось. Теперь дают, так сказать, миллиардеру, который себя проявил, только хорошо гуляя. По-русски гулял он во Франции. Вот опять русская черта. Ни один французский миллиардер, ни один американский, никогда так гулять не будет. И опять община, колхоз с собой везет. Со своим самоваром. Не французские проститутки, а привез пол России туда. Ванны из шампанского, цыгане, медведи. И вызвал такую ненависть у нормального французского правопорядка, что Саркази был, министр на это дело, в тюрьму посадили. Они поняли, что это сумасшедшее. Вы что делаете? У вас столько голодных, разутых, бедных, а вы приехали во Францию и гуляете так, как будто бы вся страна у вас уже в шелках и в серебре. Мы не знали, что президентом будет Ельцин и все остальные. И они будут тянуть своих. За уши. Нам говорят, ЛДПР партия вождистского типа. Это в чем проявляется? Более демократической партии нет в нашей стране. Явлинский, да, вождистского типа. Он отдохнул 8 лет, ничего не получается. Яблоко сморщенное, но оно может чуть-чуть еще дышать, только если Григорий возвращается. Вот вернули. Прохоров напрямую установил диктаторские полномочия. Всех разогнал, всех. Он один решает. И портреты его висят. Не правого дела. Вся страна заклеена его портретами. А убирайте Путин от Един России. Что от нее останется? Поэтому ЛДПР вынуждено немножко как бы соприкасаться с нашей действительностью. Но у нас никогда не было ничего вождистского. И как бы не имея никакого компромата на партию, бьют по лидеру. Чистая, красивая, честная партия будет раздражать. Потому что остальные в грязи, в клевете, в лжи, с огромным вагоном тяжелым наследством. Не перевариваем до сих пор. Оставшиеся два страны месяца они будут пытаться использовать черный пиар. Я никогда русских женщин бабами не называл. А, это Жириновский. Он обещал каждому мужику по бутылке водки. В ЛДПР не курят и не пьют. Не надо нам приписывать, что мы обещали. И последнее. А, это Жириновский обещал всех татар и башкир выселить в Монголию. Когда? Где? Тут я уже не выдержал. И в этом году направил дневные письма главе Республики Башкирии, прокурору и ФСБ. Говорю, немедленно арестуйте того, кто еще раз скажет, что я когда-либо это говорил. Или покажите всей стране интервью. Вот, говорит Жириновский, что он кого-то куда-то будет выселять. Все замолчали в Башкирии, все тишина. И слышу хорошо, и вижу все хорошо. И носом все чувствую. Но уже когда все исчерпали, компромат, но ничего не действует. Он устал. Как устал? От чего? От вашей лжи? Да, устал. Устал от вашей лжи. От вашей клеветы. 22 года клевещете на Россию и на ЛДПР. От этого устал. Не только я. Миллионы граждан России. Поэтому они не хотят жить в таком государстве. И уезжают. Вот от этого мы все устали. Ложь в клеветах. Каждый день и каждый час. И нам стыдно смотреть, когда приезжают господа из Великой Америки и Англии и уговаривают наших товарищей не идти на выборы. Это разве не позор? Нам из-за океана указывают, как проводить выборы. Сегодня ЛДПР это свыше 200 тысяч членов партии по всей России. 40 депутатов в Госдуме, 169 в 60 региональных парламентах. И 1785 в органах местного самоуправления. Уже глава государства созрел. Ну нельзя больше идти по однопартийному режиму. Ну уезжают каждый день десятки, сотни и в год десятки тысяч. Деньги уходят из страны. Они поняли уже. Демография, рождаемость. Семейный капитал хорошо. Но мы не переломили ситуацию. А в 911 году, когда премьер-министром был Столыпин, у нас родилось 16 миллионов детей. Меньшается число русских и огромное количество больных в тюрьмах, разведенных, одиночек. Вот это все составляющие. Особенность русской истории, русский характер, военные победы, климат, общинность, коллективизм, однопартийность, диктатура, монархия. Вот такой коктейль, из которого надо выбираться. 4 декабря Россию ждут парламентские выборы. Наши пять, как бы, фишек или изюминок, пять конфеток, вот на эти, на 4 декабря. Как нам экономику создать экономический бум? Корпорации создали, где бум? Потеснили Ходорковских, где бум? Где бешеное развитие экономики? И успех хотя бы в одной отрасли. Транспорт, образование, культура, здравоохранение, жилье. Где? Ни в одной отрасли нету успеха. Вот мы говорим, 5. Безналоговая экономика на территории Дальневосточного федерального округа. Никаких налогов. Только на одной территории, где 5% населения. Недобор налогов мы получим в центре. 95% смогут компенсировать. Но вы увидите, какой бум начнется тогда. Тогда туда поедут миллионы. И капитал пойдет туда. Ибо все посчитают, как можно быстро обогатиться. Дальше больше. Возвращение в страну вывезенных капиталов и прямое президентское управление Северным Кавказом. Они этого хотят. 90% жителей Северного Кавказа хотят прямого президентского управления из Москвы. Молодежь. Ей какой подарок? Что хочет вся молодежь, особенно те, кто будет заканчивать школу в 2012 году? Отменить ЕГЭ любые вступительные экзамены. Пусть дети поступают в любой вуз без экзаменов. И, наконец, нам нужно каким-то образом демократию все-таки действительно рывок сделать. Мы с удовольствием поддержали 5-процентный барьер в 2016 году. Если потребуется, в 2021-м поддержим 3-процентный барьер. И в 26-м или в 31-м 1-процент. Это самая высокая демократия. И это Жириновский о проходном барьере в Госдуму. Много партий 20, но большинство будет у 2-3-х. Остальные будут представлены в парламенте. Ибо избиратели прекрасно понимают, где ведущие, где ведомые. Но зато демократия не будет улицы. На 23-м съезде ЛДПР окончательно утвердился список партийных кандидатов в парламентские выборы. Тройка лидеров в федеральном списке Владимир Жириновский, Алексей Островский, глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками и Игорь Лебедев, председатель высшего совета партии, руководитель ее парламентской фракции. Также в числе кандидатов и сын бывшего полковника Юрия Буданова Валерий Буданов. Он возглавит четверку кандидатов в одном из московских округов. Вот такое нестандартное внимание к армии прокомментировал ситуацию Жириновский. Я провожал последний путь, был на кладбище, там был его сын, вдова. До этого он приходил сюда на наш юбилейный съезд 20-летие партии в декабре 9-го года. То есть я считаю, что поддержать семью, потому что такое страшное потерять. Я понимаю, погиб на войне много военнослужащих. Но в мирное время летом Москва и зверски убивают отца. Он же отсидел уже 9 лет. Уже семья была без отца, без мужа, без доходов, без всего. Сколько можно страданий на эту русскую семью? Да если он виноват, но он же 9 лет отсидел в тюрьме. Сколько можно издеваться? Так его убивают еще. И теперь не положено никакой пенсии жене, ибо он убит бытовое дело. И он уже не полковник и никто. Семья осталась без средств существования. Вот в чем проблема. Поэтому я решил, чтобы проявить внимание и пригласил Валерия в наш список. Он как юрист. С такой командой только оптимистические прогнозы. Мы рассчитываем на победу. У нас уже была победа 12 декабря ровно 18 лет назад. Но учитывая специфику России, так сказать, полумонархический однопартийный режим, предполагаем занять второе место. Всего 315 кандидатов в депутаты. Мы могли иметь 450, по-моему. Надеемся, что все-таки нам оставят 25%. тайное голосование пожалуй стало кульминацией встречи. У меня рука не поднимается вычеркивать, поскольку это активисты партии. 22 года они на местах находятся в более тяжелом положении, чем мы здесь. И мы почти целый месяц как раз занимались отработкой спирта, учитывали пожелания, поэтому у меня не было никакого как бы абсолютно желания. Было бы наверное даже непонятно, что выгодитель организации сам бы кого-то вычеркнул, поскольку у нас особых спорных ситуаций не бывает. У нас скорее наоборот мы стараемся помочь какой-то ревизации подобрать людей, поэтому особых спорных моментов нет. Все точки надыр оставлены и в региональных списках. Мы дали полную свободу регионов, мы им никого чужаков не направляем, особенно допустим из Москвы. Мы старались, чтобы это были люди как можно меньше связанные с бизнесом. В крайнем случае самые мелкие. Почему? Когда человек бизнесмен такой средней руки, то мэр города или губернатор начинают давить, чтобы он меньше выступал, меньше критиковал. Поэтому установка была как можно меньше бизнесменов. Практически нет. Раз. Второе. Чтобы ни в коем случае ни один человек не был связан хоть когда-либо с криминалом. Нам сделали замечание. Это простые дела. По молодости ДТП пытались обвинить и не нашли данных. Но дело было возбуждено. Все, мы все равно снимаем. Человека ничего не обвиняли. Другой случай обвинили какого-то парня в уклонении от уплаты налогов. Не нашло подтверждения, обвинение сняли. Все равно мы вычекнули. То есть в списке нет ни одного человека, в отношении которого когда-либо возбуждалось уголовное дело любого порядка. Даже превышение обороны. Человек себя защитил, все, мы любых снимаем. И в этом смысле сделали статку на молодежь. Большинство в списке это молодежь. Это до 30 лет. Если фракция будет 60-70 депутатов, то средний возраст будет 37 лет, не больше. То есть если будет самая молодая фракция, не только в Государственной Думе России, но во всей Европе, во всем мире. В Самарской области вперед выдвигаются координаторы регионального отделения Михаил Дегтярев и члены координационного совета Михаил Белоусов и Михаил Усов. В губернии они уже неоднократно проводили выборы. Теперь активно займутся грядущими парламентскими и чуть позже президентскими выборами. Мы проведем масштабную избирательную кампанию в Самарской области. Кандидаты отобраны. Это три Михаила. Михаил Дегтярев, Михаил Белоусов и Михаил Усов. Представлены Самара и правобережье Сызеринский район в списке. Области единые это очень хороший знак. Это означает, что представительство, вот корзина голосов в Самарской области в общем списке она очень весомая. Мы этим гордимся и обещаем доверие конечно оправдать руководство партии. Если говорить о том, какие основные задачи, то кроме избирательной кампании для нас важнейшим является подсчет голосов. Мы большие ресурсы тратим на это. В каждой комиссии будет от одного до трех ЛДПРовцев, которые будут следить за подсчетом голосов. Потому что обычно мы хорошо сеем, хорошо выращиваем урожай, но нам мешают его собирать. В этот раз мы этого не допустим и все, что нам отдали избиратели, все упадет в итоговые протоколы за ЛДПР. Отсутствие в Самарском списке и ранее заявленного заместителя начальника отдела по работе с молодежью центрального аппарата Романа Мирошина это не сюрприз. Он платируется по Ростовской области. В 63-м же регионе на общих лозунгах партии не остановились и выдвинули свою фишку. Ну она уже на всех наших баннерах. Это материнство и детство. Мы обращаемся к матерям и уже давно, особенно к тем, которые воспитывают детей, и к матерям-одиночкам. Мы многое для них делаем в законодательном плане. Предложили материнский капитал за первого ребенка региональный. Предложили платить по 7 тысяч в месяц каждой маме, которой не досталось места для ребеночка в детском садике. Мы предложили построить 30 детских садов. Мы добились выделения квартиры в многодетной семье Таразановых, о которой президенту говорили в Костроме. То есть мы в этом смысле конечно этой категории мамам, хозяйкам наших очагов обращаемся с наивысшим вниманием. Следующий 24-й по счету съезд ЛДПР пройдет совсем скоро. Либерал-демократы вновь масштабно соберутся в декабре выбирать кандидатов на президентские выборы. ПЕСНЯ ЛДПР Богущество и сила Наш заколетный дух не победит. ЛДПР Великая Россия Мы никому тебя не отдадим. Мы вернем людям лучшую долю Семь и раз навек разорвем. Мир народ не славит нашу волю Мы от бездны Россию спасем. ЛДПР Богущество и сила Наш заколетный дух не победит. ЛДПР Великая Россия Мы никому тебя не подадим. Мы проем вашу кровь за свободу Станин не сокрушимой стелой Пусть поверье укажем народу и страну поверем за собой ЛДПР Богущество и сила Наш заколетный дух не победит ЛДПР Великая Россия Мы никому тебя не отдадим ЛДПР ЛДПР Богущество и сила Наш заколетный дух не победит ЛДПР Великая Россия Мы никому тебя не отдадим ЛДПР Великая Россия Мы никому тебя не отдадим ЛДПР ЛДПР